Для многих поколений выпускников Одинцовского района Пушкинская поляна в деревне Захарова это сокровенное место, где прошло их прощание с детством. А в этом году последний звонок для наших выпускников, можно сказать, не прозвенел, а прогремел. Чтобы поздравить старшеклассников, сюда, в Захарова, приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. У нас в Подмосковье 1412 школ. 30 тысяч ребят заканчивают школу в этот день. Я хочу пожелать вам, чтобы предстоящие экзамены прошли как один день, гладко, вы получили самые высокие баллы и продолжили обучение в лучших вузах нашей страны. Андрей Воробьев также провел встречу с победителями и призерами школьных олимпиад. Отличники долго не отпускали губернатора, задавали ему вопросы, в том числе и личные. Например, как ему, отцу шестерых детей, удается совмещать работу и семью. Последний звонок в Захарова посетило много почетных гостей, среди которых были зампред правительства Московской области Ольга Забралова и министр образования Подмосковья Марина Захарова. Также приехала звезда российской эстрады, певица Максим. Известные гости поздравляли старшеклассников и вспоминали, как сами когда-то прощались со школой. Мой выпускной прошел четверть века назад. И тогда у меня было много мыслей, что же будет впереди, какое будущее, какую дорогу выбрать. Было много разных идей, задумок. Я хотел быть профессиональным хоккеистом, программистом, инженером, летчиком, в конце концов. Но я точно знаю, что я никогда не планировал идти в полицию. И вот прошло 25 лет. И я сегодня здесь, стою перед вами на этой сцене. Говорю напутственные слова. Поздравляю вас в качестве главы Одинцовского района. Ребята, у вас в жизни еще будет много и много своих перемен. И очень часто эти перемены совершенно непрогнозируемые, непредсказуемые зачастую, совершенно неожиданные. Так, как это случилось в моей жизни. Вы постоянно будете сталкиваться с чем-то новым. И самое главное, самое важное, не бояться идти навстречу этим переменам. Несмотря на большое количество звездных гостей, в центре общего внимания оставались главные герои этого праздника – выпускники 2015. Я лично считаю, что праздник веселый. Но хотя с утра были слезы. Когда мы видели плачущих учителей, плачущих мам и сами заплакали. И ты понимаешь, что ты больше никогда не войдешь в эти ворота школы так, как ученик. Это очень грустно на самом деле, но в то же время весело, потому что наступает новая страница в твоей жизни. И она тоже так же полна тайн, радости, слез и горя. На самом деле очень грустно то, что мы покидаем школу, потому что 11 лет, считайте, как прожили. Говорят, школа – наш дом родной. Мы прошли в халатах. Знаете, мы прошли в халатах. Школа – наш дом родной. И, понимаете, в самом деле очень грустно расставаться со школы, когда 11 лет провел в ней. И когда наши мамы, это учителя, они нас воспитали и довели до 11 класса. Спасибо им. С одной стороны, это веселый праздник для меня, потому что школа закончилась, я уже взрослый человек, выхожу во взрослую жизнь. А с другой стороны, конечно же, грустный, потому что я, ну, скорее всего, с некоторыми из своих одноклассников не увижусь. Ну, буду редко видеть учителей любимых, которые были со мной на протяжении всей моей жизни. С одной стороны, уже не придется как бы заниматься школьными заботами, ну, не придется вставать и причем учиться по субботам, а у нас субботы в школе есть. Грустно, потому что расстаюсь с людьми, с которыми, ну, как, уже много лет, без примера, вот, друзья у меня по 7 лет вместе. Конечно, этот день очень веселый, очень запоминающийся, но, с другой стороны, когда начинаешь осознавать, что вот это последний такой школьный день, последний день вместе с любимым классом, любимыми учителями, конечно, становится грустно, сегодня все уже наплакались в школах. В Одинцовском районе последний звонок уже давно отмечается с размахом. Мастер-классы по рисованию и театральному мастерству, спортивные состязания и всевозможные развлечения. Все это, по традиции, было организовано для выпускников. Но основная движуха была у сцены. Музыкальное сопровождение обеспечивали известный диджей Женя Пластика и певица Максим. Особой популярностью пользовался конкурс на лучшие селфи дня. Захарова 2015. Именно с помощью этого хэштега можно найти фотографии с праздника. Вполне возможно, лучшим станет селфи, сделанное певицей Максим. А что я сюда приехал? Давайте селфи! Но для тех, кто в этот день прощался с детством, хэштег Захарова 2015 останется в первую очередь не в инстаграме, а в сердце. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.